Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс Новости в студии Ирины Мигунова. Сегодня в выпуске. Не впустили в Россию две с половиной тысячи мигрантов, не получили допуск на въезд с начала года. Помощь предпринимателю. Бесплатный семинар по маркетингу проведут в помощь бизнесу. Соревнования тренеров. Инструкторы центров Бубновского разыграли Кубок здоровья. Малыши на татами. Начинающие спортсмены сразились в борьбе за медали. Все на футбол. Матчи региональной футбольной лиги проходят в Уссурийске. Велопробег на Патриоте. Любители двухколесного транспорта отметили «День велосипедиста». Почти две с половиной тысячи иностранцев не впустили в Россию с начала года, сообщает полиция. Стражи порядка Приморья выявили и пресекли более 30 преступлений, которые совершили мигранты. Подробности расскажем далее. Полиция в Приморье перекрыла канал незаконной миграции. За пять месяцев этого года приняли почти две с половиной тысячи решений, которые запрещают въезд в Россию иностранным гражданам. Это в три раза больше, чем за такой же период 2023 года. Одним из эффективных механизмов контроля над пребыванием иностранных граждан в регионе и противодействия правонарушителям является санкция в виде запрета на въезд в Российскую Федерацию на срок от трех до десяти лет, в зависимости от характера и тяжести допущенных иностранными гражданами правонарушений. Один из иностранных граждан был депортирован из России по решению Уссурийского районного суда. Однако мигрант пытался вернуться обратно, купив билет на авиарейс из Узбекистана. Но его задержали в аэропорту Владивостока. Полицейские составили административный протокол и направили дело в суд. Контроль за пребывающими иностранными гражданами и вынесением решений о неразрешении въезда на территорию России в отношении правонарушителей будет продолжен. Напомним, что по итогам операции «Нелегальный мигрант» более 140 иностранцев выдворят с территории Приморского края. Возбудили около 30 уголовных дел по фактам незаконного пребывания в стране. А за неправомерное трудоустройство приезжих наказали 32 работодателя. Диана Мазур, Телемикс. Бесплатный обучающий семинар, который посвящен маркетингу и бизнесу, пройдет для начинающих и действующих предпринимателей. 14 июля спикеры проекта «За дело» поделятся эффективными методами по развитию и эффективной работой в области финансов. Наша компания занимается маркетинговыми исследованиями и аналитикой. Можно назвать это аудит маркетинга в бизнесе. И вот в ходе исследований мы пришли к выводу о том, что бизнесу «Уссуриска» нужна некоммерческая площадка, на которой предприниматели на мероприятиях в формате семинаров, дискуссий и деловых встреч смогут поднимать и обсуждать проблемные вопросы бизнеса, делиться и обмениваться положительным опытом. Мы открываем летний сезон нашего проекта «За дело». 14 июня в конференц-зале гостиницы «Уссуриск» состоится первое мероприятие, где для начинающих и действующих предпринимателей выступят спикеры. Спикеры проекта – это профессионалы своего дела. 14 июня владелец компании «Видеокод» и руководитель других бизнес-проектов, доброезжий Леонид Львович, поделится с вами опытом самоорганизации, личной эффективности распределения времени и развития. Эксперт в области финансов и налоговой консультанта Куленко Елена Владимировна научит грамотно распределять денежные потоки, расскажет все о специальных налоговых режимах и взаимодействии с налоговыми органами. Также на площадке «За дело» выступит начальник управления экономического развития Уссурисского городского округа Делиу Елена Андреевна. В своем выступлении Елена Андреевна расскажет о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. На мероприятие вы сможете записаться у наших менеджеров. По указанному номеру участие на мероприятиях в рамках проекта «За дело» совершенно бесплатное. Рады будем видеть активных предпринимателей нашего города на бизнес-площадке 14 июня в 13.00 в конференц-зале гостиницы «Уссуриск» по адресу улица Некрасова, 64. Кубок здоровья разыграли инструкторы центров доктора Бубновского из Уссуриска и Хабаровска. Команды тренеров встречаются уже во второй раз и главный критерий, по которому присуждается победа – правильность выполнения упражнений. Ведь именно техника ставит на ноги людей и возвращает здоровье. Уссурийские тигры против амурских комет – это команда инструкторов двух центров доктора Бубновского, хозяева зала и гости из Хабаровска. Участники встретились, чтобы разыграть традиционный Кубок здоровья. Проводится каждый год среди всех центров России и стран СНГ. Мы принимаем в Кубке здоровья участие всего второй раз, потому что мы центр молодой. В прошлом году мы посещали Хабаровск, а в этом году с ответным визитом Хабаровск приехал к нам. Кубок здоровья – соревнования необычные. Здесь нужно не быстрее, выше, сильнее, а правильнее. Есть целый технический регламент для выполнения упражнений. Первое – это правильное дыхание, так называемое диафрагмальное дыхание по системе Сергея Михайловича Бубновского. Второе – это плавность движения. Назначает отсутствие резких окончаний и резких дерганий во время проведения упражнений. Третье – это амплитуда. То есть, когда мы выполняем упражнение, мы стараемся на всю длину этого упражнения выполнить само движение. Четвертое условие – это ритм выполнения упражнения. Ритмичность подразумевает, что та скорость, с которой мы начинаем упражнение, она должна быть на весь комплекс. То есть, какой скоростью мы начали, с этой скоростью мы должны ее закончить. Но когда ты воплощаешь все четыре требования, скорость выполнения, конечно, теряются. Почему? Потому что невозможно сразу сделать все быстро и соблюсти четыре этих условия. Отличия есть от спортивных состязаний. Здесь больше вы должны показать правильность выполнения, техника, основа техника. Потому что так как это лечебное упражнение, поэтому разница есть. И скорость, и техника надо сочетать в одном. Ну, как бы сложно. В скорости наши инструкторы и уступали немного гостям. Все же хабаровчане более опытные, но и они допускали ошибки. За трансляцией пристально следили из Москвы. На месте эксперты также оценивали технику. Иногда назначали штрафные баллы. Многие упражнения, да, одни и те же. Инструкторы из Хабаровска выполняются по-своему. Мы все равно по-своему. Потом нас рассудят старшие судьи, как говорится. И мы увидим, в чем мы были неправы, в чем они. Окончательное решение примет сам Сергей Бубновский на основе подробного видеоотчета из Уссурийска. Ведь важна не победа, а безупречное следование уникальной методики, чтобы получить максимум эффективности для восстановления здоровья людей. Ирина Мигунова, Роман Адонин. Телемикс. Впереди короткий рекламный блок. Оставайтесь с нами. Далее вы увидите. Первые медали. Юные каратисты выступили на соревнованиях для новичков. Локомотив «Вперед!» юноши Уссурийска играют на первенстве Приморского края. День велосипедиста. На стадионе «Патриот» прошла гонка среди любителей двухколесного транспорта. Это вечерний выпуск программы «Телемикс новости». Идем дальше. Соревнования по каратэ прошли в Уссурийске. На татаме встретились начинающие спортсмены. Такие состязания проводятся два раза в год. Как спарринговались юные девчонки и мальчишки? Смотрим далее. Матвей Короленко три года в каратэ, а уже 13 медалей. А значит, побед за плечами. Сегодня в очередной раз юный спортсмен применяет свои навыки и силу на татаме в спарринге с оппонентом. Пока у парня красный пояс, но стремится поменять на оранжевый. И есть все шансы на успех. Тем более у Матвея уже есть своя боевая тактика. У меня сначала держаться в защите, когда он подходит встречать. Так, и какие успехи? Ну, в первом бою я попал в Юка, потом я закончил ногой и попал в Азаре. И потом попал в Япон. И выиграл первый бой. На локомотиве на первенстве по каратэ встретились начинающие спортсмены. На татаме вышли около полутора сотни мальчиков и девочек от 4 до 15 лет. У каждого из них свои секреты для победы. Ну, я собираюсь быстро атаковать и быстро уходить. Ты уже применял такую тактику? Да. Чем она эффективна? Скоростью. Соревнования для начинающих спортсменов проводятся традиционно два раза в год. В декабре и в конце учебного года. Турнир проходит под эгидой спортшколы по различным видам спорта. А на сегодня каратэ – один из самых популярных видов восточных единоборств среди молодежи. Каратэ очень популярно в городе Уссурийске. У нас даже сейчас не могу сказать, в каком количестве у нас тренеров, тренерский состав. И, конечно, детей соответственно. По-моему, у нас самая многочисленная федерация в городе Уссурийске. Самая многочисленная организация спортивная именно по каратэ. 8 июня спортшкола будет проводить соревнования по общефизической подготовке. Но пока все региональные и всероссийские состязания завершены. Впереди каникулы, которые необходимо провести с пользой, чтобы ворваться в новый сезон с победами. Виктория Калинина, Марина Роман, Роман Адонин. Телемикс. Матчи региональной футбольной лиги проходят в Уссурийске на поле команды со всего Приморья. В этот раз сошлись подростки 13 лет. И у нас есть местные звездочки. Кто – узнаем в сюжете. Здорово! Здорово, Артем! Хорошо! Артем Черводкин – стремительно восходящая звезда футбола юношеской лиги. Играет в составе уссурийской команды «Локомотив». Уже в первом тайме. Благодаря мальчику два гола в ворота противника. Сколько таких заслуг спортсмен уже и не упомнит. В футболе 12-летний подросток с пяти лет. Но на счету есть самые значимые игры. На зимнюю лигу играли решающий матч. Последний гол решающий забил на последних секундах. Первенство Приморского края по футболу – 2024. Среди юношей 2011 года рождение стартовало в регионе. Это четвертая игра. На поле у сурийцы «Локомотив» и «Темп». В целом же в этом сезоне борются восемь команд. Из находки Большого камня Владивостока и нашего города. Это ежегодный турнир, который проходит в два круга. То есть команда хозяев принимает каждую команду у себя дома и также играет с каждой командой на выезде. Поэтому это только у нас четвертая игра. Эта игра выбила в лидеры «Локомотив». Ребята практически в сухую обыграли соперников из «Темпа» со счетом 12-2. В следующем туре на поле сойдутся команда краевой спортивной школы Олимпийского резерва и города находки «Океан». Турнир состоится 15 июня на стадионе Владивостока «Юность». Виктория Калинина, Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс. День велосипедиста отметили соревнованиями. В Уссуиске на стадионе «Патриот» провели гонку среди любителей двухколесного транспорта. Участники преодолевали препятствия на треке, показывали навыки фигурного вождения и проверяли знания дорожного движения. Как это было, смотрим вместе. О Делине скоро исполнится 10 лет, но на протяжении шести из них юная спортсменка осваивает велосипед. Сегодня девочка – участник гонок, считай, по бездорожью. Грунтовый трек на стадионе «Патриот» как раз после дождя. А это значит, что необходимо приложить больше усилий для преодоления дистанции, что подогревает накал среди гонщиков. Байк, на котором Аделина решила идти к победе, у неё недавно. Год. «Велосипед от фильма «Акима». У него есть скорости от 1 до 7. Вообще с ним можно ездить везде. На прогулки, ну просто в магазин куда-нибудь». От разнообразия железных спутников участников разбегаются глаза. Здесь тебе и найнеры с разным диаметром колёс, и хард-эйлы с отсутствием заднего амортизатора. Двухподвесные велосипеды. Некоторые пробуют свои силы даже на трюковых BMX. У большинства юных участников байки без каких-либо модификаций. Некоторые же прокачали свои двухколёсные машины. «Менял колодки передние, задние. Грипсы поменял. Ну, скоростей получается 21 скорость. Здесь 3, здесь 7. Ну, так вроде бы всё». Более 60 участников от 7 до 17 лет собрались на стадионе «Патриот», чтобы не только продемонстрировать, на что способны их велосипеды, но и показать свои навыки и знания. К слову, юные спортсмены поделились, что скиллы любят прокачивать в родном уссурийске. Кто отправляется специально на сахпосёлок, чтобы наловчиться ездить по спускам, вверх в том числе. Кто гоняет по парку зелёный остров. В этом же велопробеге конкурсантам предстояло пройти несколько этапов различной сложности. «Первый этап у нас скоростной заезд, затем несколько этапов здесь. Фигурное вождение, два этапа они проходят. Затем на правила знаний дорожного движения. И ещё один этап у них будет устройство велосипеда». Такой мини-чемпионат был посвящён Всероссийскому дню велосипедиста. Но организаторы, которыми по традиции выступает Управление по делам молодёжи, физической культуре и спорту, администрации округа, также приурочили состязание ко дню защиты детей. Тот случай, когда время проведено весело и с пользой. Виктория Калинина, Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс. Ну а пока это все новости. Больше информации смотрите в наших социальных сетях. А этим вечером с вами была Ирина Мигунова. Ещё увидимся. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова